Достаточно часто в чате моего телеграм-канала заходит речь о дешевых китайских светильниках. И сегодня у меня наконец-то появилась возможность посмотреть на один из таких девайсов. Называется он ZSYB-W80B. У этой конторы есть даже 300-500 ваттные там светильники. Ну короче, какие-то жесткие ребята. По комплектации коробка, вы ее видели. В коробке есть спенний наложимент, инструкции на английском и китайском языках. Есть блок питания для зарядки, по-моему стандартный, как и у всех подобных светильников. Но характеристики его вы видите на своих экранах. К сожалению, провода не отсоединяемы, поэтому если с ними что-то случится, придется паять. И у нас китайская вилка. Уже по классике в комплекте есть силиконовая полусфера, которая надевается на стандартный горшок-рассеиватель. Здесь даже есть ушко, чтобы удобно ее снимать. Вот такая пластиковая ручка, которую можно на классическую стойку поставить и на нее уже закрепить сам портативный свет. Ручка выполнена максимально дешево, полностью из пластика, четвертьюдюймовая резьба. И вот этот винт расслабляем, можем свет наклонять. В принципе, свою работу эта ручка выполняет, но у меня сразу вопрос, а где отверстие под зонт, ребята, вы что? И еще нам положили переходник под нашу розетку. Только этот переходник невозможно установить ни в одну нашу стандартную розетку, потому что он не круглый, а вот такой странной формы. И вот, собственно, сам W80B. Выполнен он полностью из металла. Это очень тяжелая штука. Для такого света весит 770 грамм. У нас заявлено 80 ватт мощности. При этом CRI больше 96. Разбег по кельвинам от 2700 до 6500. То есть это бикалорный свет. Здесь вы видите три кривые резьбы. Да, вот так ребята торопились, короче. Боковые вставки у нас сделаны типа из кожзама. Очень странно здесь устанавливается вот этот стандартный горшок-рассеиватель. Перед светодиодом не установлено какого-либо защитного стекла, поэтому мошки, мухи на улице будут с радостью пригорать. И с установкой вот этого стандартного горшка-рассеивателя, который полностью из пластика, естественно, могут возникнуть проблемы, потому что конструкция там максимально дешевая, максимально пластиковая, максимально хлипкая и максимально отвратительная. То есть по факту вы сможете юзать этот свет только вот с этим горшком. Все, больше сюда чего-то со стороны не подойдет вообще никак. В этом светильнике установлен якобы очень большой аккумулятор напряжением 14,8 вольта и емкостью 11200 мАч. Это очень много, но свет не так долго работает, как того бы хотелось. Управление максимально простое. Одна крутилка за баланс белого отвечает, другая крутилка отвечает за яркость. Если ее нажимать и удерживать, можно перейти в режим переключения эффектов, также тублер включения on-off и DC-шка для подключения зарядки. Эффекты, понятно, как переключается, все это видно, да, но, к сожалению, когда вы вошли в режим эффектов, вы не можете управлять цветовой температурой эффекта и яркостью света в режиме работы эффектов. Это, как по мне, максимально странно вообще выглядит. Первый раз такое вижу. Индикация зарядки. Экран, кстати, нормальный. Всегда под любым углом на нем хорошо видна информация. Это, я считаю, зачетно. То есть для того, чтобы поменять яркость или цветовую температуру в режиме эффектов, нам нужно выйти обратно в режим белого света и только потом зайти в эффекты. Ну, вот такие приколы. Что вы хотите, китайский свет? И, конечно, мы не просто так рассмотрим вот этот свет ZSYB. Мы сравним его с Ulan Z40W Pro, который выдает 50 Вт яркости. Это тот компактный свет, который я юзаю постоянно во всех своих YouTube-съемках и не только. Он компактнее, намного легче, и при этом у него меньше аккумуляторов. Всего 3400 мАч при том же напряжении. Хотя работает он по времени столько же, сколько и вот этот ZSYB. И на Алиэкспресс вот этот ZSYB стоит 7,175. Это самая дешевая цена на момент записи обзора, которую я нашел. И, на удивление, в Lanzi стоит чуть дороже, но это с блоком питания. А если без блока питания брать, то он стоит даже дешевле. Конечно, это не первый портативный свет, о котором я рассказываю на своем канале. Я пробовал их использовать и как рисующие, но в данной конкретной ситуации мы его использовали как контровой. Потому что как рисующий, вот с этой силиконовой насадкой, он вообще абсолютно никакой. А если использовать другой держатель, то это уже совсем другая история. Можно заколхозиться через зонт, но мы его использовали как контровичок. И на Sony A7IV, то с 35, то с Sigma 1628, я пофоткал Мишаню с гитарой и получил великолепные кадры, на мой взгляд. Здесь рисующим светом выступало окно, солнечный свет из окна, а контровиком работал как раз вот этот ZSYB где-то процентов на 40. И вполне годный результат мы получили. Пришло время синтетики. Слева ZSYB, справа Ulanzi. 100% на ZSYB, 125% на Ulanzi, что равно 50 Вт. 5600 Кельвин. Сначала здесь самая теплая цветовая температура. И вы видите, что максимальная яркость на ZSYB, она вообще не соответствует 80 Вт. Ну максимум там 55, может 60, но это прям потолок. И вот самая холодная цветовая температура. Короче, с цветовой температуры здесь конкретно накосячили в этом китайском светильнике. Я думаю, что Sierray там отвратительный, однозначно. Приятно то, что здесь линейная регулировка яркости. То есть 1% это действительно 1%, как вот на обновленном этому Ulanzi 40 Вт Про, а не как на первой его версии. А сейчас давайте сравним, насколько громко работает кулер. 40 сантиметров от света до микрофона. Микрофон Rodeo VideoMic NTG в камере 20, на микрофоне 15. Слушаем. Самый большой плюс у этого ZSYB в сравнении с Ulanzi это наличие мобильного приложения. Оно включается только из режима FS, вот этого, и ему для работы крайне необходимо знать, где вы находитесь. Это постоянно просто бесит. Нафига портативному свету для работы приложения нужно определение вашего местоположения? Непонятно. Хотел бы задать этот вопрос китайским разработчикам. Сама приложуха простецкая, здесь даже объяснять в принципе нечего. Мне бы очень хотелось, чтобы вот в этих кубиках у Ulanzi было хотя бы такое приложение. Потому что когда они стоят где-то высоко или близко к стене закреплены, крайне неудобно на экране, который бликует, на котором нифига не видать, что-то накручивать. И, кстати, через это приложение можно расширенно управлять эффектами. То есть выбирать у него интенсивность, частоту обновления этого эффекта и вообще смотреть, какой эффект ты выбираешь, а не просто FX5, FX6, FX7 и так далее. Ну, короче, красавчики, что добавили мобильное приложение. Я думаю, к цене там сразу пару тысяч прибавилось. Нужно уже какие-то итоги подводить, потому что в мобильном приложении больше ничего интересного не будет. Я совсем забыл рассказать вам о времени работы. Оно составляет всего лишь 38-40 минут на максимальной яркости. Помните, да, вот эти цифры? 11400 аккумулятора. Где он здесь? Я думаю, что это просто сухие цифры, потому что у Ulanzi на 125%, на 100%, который чуть-чуть тусклее, чем вот этот свет, чуть менее яркий, он работает даже, по-моему, больше. Я уже точно не помню в цифрах, сколько он работает. Но этот ZS VB хотя бы не перегревается, уже и на этом спасибо. Такую вещь я бы покупать не стал вообще, потому что свет здесь, ну, не очень хороший. Ну, такое, ребят, ну, такое. Мое дело вам рассказать о том, что это за свет и рассказать о всех его плюсах, если они есть, и минусах. Тут даже цена не является плюсом, к сожалению. А на этом на сегодня у меня все. Огромное спасибо Мишане за участие в тестах. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok